Мы три дня пребывания в Самаре использовали для посещения мест, связанных с Владимиром Ильичем Лениным. Побывали в трёх местах. И здесь, в частности, в городе, в музее Ленина, в домике, в котором семья Ульяновых жила 3,5 года, с 90-го по 94-й год. В середине 94-го года. Там экскурсовод, женщина, интересная, рассказала нам вещь. Нет, не там, а в Алапаевке, простите. Она говорит, приводит экскурсию школьников. И преподаватель говорит, о Ленине 5-10%, а о бытии того времени Ленина нет. То есть из истории, в мировой истории, наша отечественная история, он мирового масштаба, в общем-то, лидер. А тут раз и всё. 5-10% слово Ленин, Нюпаль, Ульянов там, как хотите, Владимир Ульянов. Знаете, вот вообще кастрировали историю напрочь. А там, где есть пробел в истории, там беды. То есть беда. Чувствуете ли, не очень. Представляете, вот в музею Ленина говорят. О Ленине, не говорите. О бытии того времени. О коромыслах, о печных трубах, там ещё о чём-то. Об одежде. Меня это поразило, в общем-то. Но там работают действительно люди нормальные. Мне в Дальсон Васильевич, ну вот, видите, мы пытаемся хоть что-то донести. Хоть что-то. Ну ладно. Мы тоже пытаемся хоть что-то донести. И в этом направлении, в частности. Ну, начнём с разминки, да. Письмо из далёкой республики южноамериканской Чили. По Диппочте мы получили письмо. От нашего человека, который родился в Эквадоре, на Экваторе. Там Экватор проходит. Вот так вот получилось. Родился в Эквадоре, живёт в Чили, жена русская из Казани. Кстати, вот благодаря жене, молодой человек стал на путь сознательной эволюции. Ему есть что с чем сравнить. Вот это письмо, второе серьёзное письмо оттуда. Первый мы поместили в книге и снова о главном. Дорогой Александр Васильевич, пишёт письмо с огромной радостью. Знаю, что Алина скоро сможет увидеть вас и передать вам наши благодарность и признательность. Но если Господь Бог позволит, я скоро приеду в Россию и смогу увидеть вас в Волгограде. Он приедет навстречу в Москве и Волгограде. Так я понял. Вот. Эти месяцы были для нас особенно болезненными. Уход нашего пса Томаса оставил нас глубокий след. А новости, поступающие из России, заставляют нас следить за тем, как божественная рука управляет мировыми нитями. Напряжение продолжает расти. Мы его тоже чувствуем в этом уголке на другом конце света. На работе коллеги прозвали меня конспиратором. Тем, кто верит в теории заговора. Они говорят это в шутку, но я чувствую, что именно такое впечатление производит моя защита России и привязанность к ней, моя искренная благодарность той роли, которую Россия и её народ играли и играют в настоящее время в духовных поисках человечества, в его истории и в настоящем. Не могу отрицать, мне очень трудно молчать, когда версия Запада преподносится как абсолютная истина, тогда как Россия и её народ представляются как неоправданные агрессоры против демократии и свободы, против фальшивых стандартов западной культуры. Несмотря на это, понимаю своих коллег и знакомых, как и они годы назад, я тоже идеализировал США и Европу как землю обетованную и мечтал о возможности жить и работать там. Я слышу об этом столько хорошего. Мои родственники и друзья в то время постоянно ездили туда, возвращаясь с множеством покупок и рассказами о том, насколько прекрасен мир в Соединённых Штатах. Вдобавок к этому, я вырос под влиянием учителей в школе, немецкой школе, где преподавали немцы, и в довершение всего, все фильмы, телесериалы, журналы были переведенными версиями того, что подавалось на Западе. Всё вокруг меня только усиливало это восприятие. Никогда не ставил под сомнение, что то, что я слышал, было правдой. Но задавался вопросом, что плохого я сделал в прошлых жизнях, чтобы Бог отправил меня в Латинскую Америку, а не в одну из этих западных стран. Вот там все мечтают быть, так же, как у нас все мечтали. Помните, в 90-е годы это вообще повально туда, там свет, там вообще всё. Тут какой-то день, по-моему, 22 апреля, в день рождения Ленина, в киоске продавали газету. Она ещё есть, по-моему, только советская Россия, ну, с названием там полукоммунистическим. И что интересно, там патрит Ленина огромный. И фраза, ну, как вам живётся при капитализме? Он улыбается, он и спрашивает. Ну, вот такая интересная газетка с патритом Ленина была. Вот, нормально живёт, конечно, при капитализме. Да, только что внутри не так. Всё есть, а внутри счёт не так, да? А так при капитализме хорошо. Чё, разве плохо? Есть всё до тошноты. Во всех сферах. Ну, вот как вам живётся, Владимир Ильич спрашивает. Вот каждый должен сам ответить на этот вопрос для себя. Это чисто индивидуальный вопрос к конкретному человеку. Ну, ладно. Но Господь настолько мудр и щедр, что даровал мне привилегию воплотить в жизнь эту мечту, американскую мечту, испытать её на себе. Примерно 15 лет назад у меня была возможность пожить и поработать в США, а именно в Сент-Луисе, штат Миссури. Это были всего 8 месяцев, но этого времени было достаточно, чтобы понять, что я не принадлежу ни тому месту, ни тому обществу. То есть, этот парень, духовно одарённый, он понимает, что в этом мире есть или должно быть что-то другое. Не у себя там на родине он себя не чувствовал нормально, ни в вожделённых Соединённых Штатах тоже ненормально. Представляете? Ну, редкие люди, но духовный дар, очевидно, парня. Редкие люди, на самом деле. Вседозволенность и абсолютный индивидуализм, всевозможные земные удобства, украшенные видимостью, смотрите, украшенные видимостью доброты и уважения между людьми, видимостью доброты и уважения между людьми. Замечательно сказано, да? Всё это украшено. Но за всем этим глубокая пустота межличностных отношений, в которых преобладают страх и недоверие, всё разрешено и оправдано, потому что имеет значение только иметь больше, чем остальные. То есть, твой зависть и как можно больше приобрести. То есть, пройти там по трупам, по головам и ещё больше приобрести, стать, ну, успешнее, или, как это называется, подняться на этот самый вожделённый Олимп. Пропаганда, которой мы подвергаемся, настолько интенсивна, что если бы я не испытал её на себе, не поверил бы в то, что это пропаганда, а не реальность. Западный мир – это всего лишь пустая оболочка, гниющая изнутри. Проекция современности, свобода и безопасности – это всего лишь пустая картинка, которая в конечном счёте падает благодаря моей духовной нищете. За эти восемь месяцев пребывания в США я не встретил ни одного человека, который мог бы посмотреть мне в глаза кто-то, кто говорил бы со мной о чём-то, кроме пустых разговоров о погоде, о спорте или о деньгах. То есть, ни одного нормального человека он не встретил, с которым можно, вот как душу и злитель, или вот почувствовать тепло души. Ни одного. Вот насколько западный мир обанкротился в духовном плане. Всё напрочь выветрено. У нас тоже пытаются это делать. Пытались, пытаются, но трудновато вообще-то искоренить то, что у нас заложено всё-таки нашей психогенетикой, нашей истории. После этого опыта я вернулся в Латинскую Америку, а именно в Чили. И несмотря на возвращение к родному языку и гораздо более знакомым традициям, я тоже не чувствовал себя дома. Чили и Латинская Америка – это места, которые разрываются между огромным влиянием Запада и корнями их первых народов, между глубоко укоренившимися католическими традициями и отсутствием глубоких духовных ценностей. Я всё ещё задавался к вопросам, почему Господь выбрал для меня это место в мире. Моя жизнь изменилась, когда Он прислал мне моего личного посла России с Алиной, я наконец-то обрёл мой дом. Посол России. Господь, да, послал мне в Чили кусочек России, чтобы моя душа смогла сориентированно начать путь обратно к Дому Господа, то есть вернуться домой. Когда я приезжаю в Россию, прихожу на ваши беседы, Александр Васильевич, моя душа дома. И несмотря на незнание языка, города России, её люди, её святые, её истории, её искусство, даёт мне ответ на то, как мир всё ещё сохраняет баланс, несмотря на это огромное напряжение. Россия – это дверь, которую Господь Бог держит открытой в мире, которая закрыл все свои окна и шторы для божественного света. Это парадоксально. Когда я в России, мне так много хотелось бы сказать, но, в конце концов, в этом нет необходимости. Знаю и чувствую, что слова не нужны, и в итоге язык исчезает, уступая место взглядам в тишине, которые говорят всё сами. Почему это парадоксально? Потому что в Чили, окружённой таким количеством людей, говорящих на одном со мной языке, я чувствую себя гораздо более непонимаемым. Именно здесь, в Чили, мне бы хотелось сказать и быть понятым, но люди понятия не имеют. Моя репутация конспиратора только растёт, когда я говорю, что в тысячу раз предпочёл бы жить в России, чем в США. Там, наверное, с ума сходят люди, которым он, да-то, говорит, представляете, почему бы жить в России, чем в США. Представьте, если бы я начал говорить о пути сознательной эволюции, они бы закрыли меня в психошке. Нас ещё не закрывают, пока можно. Но будем говорить. Ответ обязательно. Да, в конце концов, я чувствую себя здесь гораздо более понятным, когда нахожусь в России, чем в Латинской Америке, где все говорят по-испански, но никто не знает ни пути и ни той фундаментальной роли, которая играет в России для тех из нас, кто стремится по этому пути идти. Я до сих пор спрашиваю, почему Господь выбрал для меня это место в мире? Ответ обязательно придёт, когда перестану быть нерадивым, когда перестану вести себя так, как будто время безгранично, а терпение Господа бесконечно. Именно так поступает большинство из нас, хотя сигналы сильны и очевидны. Понимаю, что смерти не существует, но в то же время она вполне реальна для тех из нас, кто ещё не выполнил своего долга перед Господом. Мы только что пережили это с уходом нашего пса Томаса. Он был для меня больше, чем собакой. Он был моей семьёй, другом и учителем. Он научил меня тому, что такое на самом деле абсолютная сдача. Он показал мне, что такое храбрость и смирение. Его смерть была для меня чрезвычайно реальной, потому что она сделала мой долг перед Госком гораздо более ощутимым, заставив меня увидеть, насколько я ещё далёк от принятия его воли. То есть он расстроился по этому поводу, ну, сами понимаете, да, но Господь дороже, да? В общем-то, это главное. То есть все наши житейские привязки, они должны каким-то образом, ну, отпасть, естественно, отпасть. Это не значит, что мы должны стать чёрствыми. Просто они должны нас выводить из состояния, там, преданности, веры в Господа. А то вот какой Господь лишил меня любимого пса. Всё равно он 12 лет живёт, надо же понимать. И вы живёте пока не вечно, да, пока кое-что не сделали в направлении обретения того самого, что купить нельзя. Вот. Так что нормально. Правильный вывод он сделал. Его уход заставил меня осознать, что мне ещё предстоит много работы, чтобы победить смерть. Нет, это не страх перед смертью. Я не боюсь наступления того момента, когда, как описывает Чаадаев, я перестану ощущать себя в теле. Не боюсь я потери индивидуальности. Я ничто, да, я ничто. И нет ничего медского, что я стремился бы здесь сохранить. Но пока я не сделал всего, я не сделал ничего. И я всё ещё не могу победить эту боль, которая порождает во мне смерть моего любимого пса. Я убеждён, что его любовь была подарком от Господа, авансом той божественной любви, которую, я уверен, Господь Бог разливает среди тех, кто прошёл путь и вернулся к Нему, Господу. Господь дал мне всё для того, чтобы понять, что я должен идти по этому пути. Мне нечего больше спросить у Него, чтобы понять, что я должен прийти к Нему. Нет ничего более мотивирующего и обнадёживающего, чем обещание столу встретиться с божественной любовью. Воистину пора проснуться, от всего сердца поблагодарить, отдать Господу всё, ничего не ожидая, принять Его волю не единожды, а всегда и навсегда. Понять, что такая возможность есть сейчас, в этой жизни, в этом теле, в этих обстоятельствах. Что ж, каждый раз, когда мы откладываем нашу духовную работу, напряжение возрастает, и мир становится более поляризованным. С каждым днём идти вперёд будет всё труднее. Спасибо, Александр Васильевич, за то, что показали нам свои личные примеры. Отвечайте на все наши вопросы. За постоянное стремление напоминать нам, что всё зависит от нашей духовной работы. Это наша индивидуальная ответственность перед Господом Богом. Ничья больше, только наша. С благодарностью, Эдик. Но он Эдуарда, Санчес, Де Нассимента, а в конце, ну, они всё время прибавляется название кофта-фрукта. Ну, понимаем, авокадо. Вот, но он Эдик просто. Для нас. Поняли, да? Вот такое замечательное письмо. Человек, который один там, вот один, но с Богом. Он понимает, что даже в окружении, в агрессивном окружении, где всё против, где всё давит, напряжённость растёт, можно стать свободным человеком, нормальным, свободным человеком здесь при жизни. Вот некоторые думают, что работа на пути – это, ну, действительно, свет, постоянный свет, постоянное, так сказать, ощущение радости, благодати. Вообще-то, главное в работе на пути – это избавиться от своей внутренней дряни, от нелесоприятных качеств. Вот в чём основная работа, чтобы всё это было наружу выведено, чтобы вы это поняли, сколько в нас сидит, вот того, что мы себе несём, и от чего нам плохо. Вот это главная работа на пути. Потом свет только приходит, когда всё это выдавится из-под сознания. Только потом. А вы думаете, сразу вам, сразу вам вальсик дадут, дадут вкус любви божественной, почувствовать, ну, фоточку приоткроет, вдохнёте, а потом работать надо. Пылесосить подсознание надо, могучим пылесосом. Всё оттуда надо изгонять. Вы поняли? И всё это вы должны почувствовать, не просто это как-то незаметно. Да, смотри, я жадный, ой, я злой, я завистливый. Не ужасаться, это нормально. Вот в этом главная работа. Вы поняли? Вот в этом главная работа на пути. Не нравится? Ну, продолжайте жить по-прежнему. Мы же не скрываем, что в этом главная работа. То есть увидеть свои все нелесоприятные внутренние качества. В каждом человеке их вон. Нормально? Вот это главное. И когда всё это уходит, вот тогда и благодать приходит, радость жизни приходит, а вы всё ждёте, сразу вам вот дайте, сразу всё. То есть опять эго, вот так как переворачивается, выкручивается, и это самое, и пытается, ну, обмануть вас. Не туда идёте, благодатью не. Вот там есть какие-то тренинги, смотрите, вообще люди весёлые ходят, они, ну, прям им позавидуешь. Весёлым так. Нет, это не весёлая прогулка, это серьёзная вещь, это жизнь. Жизнь в новом качестве, обретение новой жизни. Даже смотрите. Если пока сомневаетесь и не хотите видеть себя в неприглядном свете или увидеть то, что вам мешает духовной работе, тогда идите, веселитесь. Сейчас пресс-курант духовных услуг, в кавычках духовных, он весьма обширен. Пожалуйста.